добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на частоте 1590 м на нашем веб-сайте radio nvc.com ну и конечно же на нашем youtube канале наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте его здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели и зрителям прошлый раз нам не хватило времени поговорить поэтому мы сегодня вернемся к теме сорокалетия фалклендской войны если не возражаете конечно тем более мы обещали что это и сделаем да благодарю как всегда знаете кого у нас ничего не меняется в лучшую сторону и действительно о фалклендах сейчас в королевстве говорят очень и очень много и некоторые параллели тоже проводятся и появление джонсона в киеве которые вы все наблюдали в общем то тоже напомнила о решимости был их британских премьеров ну вот давайте мы немного вспомним а уж параллели это вы возможно проведете сами из меня никаких подсказок вам и не потребует но вообще-то территория изначально вот этих самых островов несчастных и многострадальных она действительно была обнаружена британцами в конце еще 17 века году так в 1690 мы первые кто туда высадились были британцы потом осваивали острова так или иначе аргентинцы тоже но с 1833 года тем не менее считается что это действительно британская территория и проживавшие там граждане себя вполне вольготно полагали как раз британцами и в общем и целом так бы скорее всего оно и было но престиж соединенного королевства как и всего запада во второй половине двадцатого века особенно в семидесятые годы стала падать а у британцев еще была вы помните такая безрадостная история как сольский кризис когда был конфликт с американскими союзниками и когда оказалось что такие вот царьки и авторитарные лидеры могут общем и целом манипулировать разногласиями западных лидеров и добиваться того что из-за вот этого отсутствия взаимодействия запад выглядит в глазах коммунистов ли социалистов ли и так далее но достаточно неудачно неудачно и без радости добавьте к этому и последствия вьетнамской войны тем более что на начало восьмидесятых советский кризис был давно конечно пятьдесят шестой год как вы помните а вот вьетнамская война она завершилась ну полным увы полной победы коммунистов семьдесят пятом году окончательно и вспомните сами что было лет шесть и семь назад поймете что этот период совсем небольшой и вот очередная хунта в аргентине возглавлявшиеся для полда галтери надумала сделать такой демонстративный жест и как раз к 150-летию того что фалкленды вроде как стали британской территории их себе вернуть но естественно затеяли они чуть раньше то есть первые какие-то разговоры об этом пошли в аргентинском правительстве еще году 81 и британская разведка в принципе об этом знала и располагала сведениями насколько хорошо были осведомлены в штатах остается вопросом но скорее всего тоже были осведомлены все в общем указывала на то что у аргентинцев получится такая легкая прогулка потому что еще раз повторяю 70-е годы это отступление запада до отношения британии сша стали выстраиваться но еще тот момент никто не понимал насколько они серьезны британия но вообще казалось уже каким-то пережитком прошлого за которые нет абсолютно никаких успехов побед и так далее и так далее но и частично сами британцы в общем-то этому помогли потому что в британии в министерстве иностранных дел а это поверьте мне болото по болотисти госдепартамента было да и боюсь остается там писали мрачные меморандумы смысл которых был в том что если действительно дело дойдет до военного конфликта то европа британию не поддержит американцы тоже вряд ли поддержит и что лучше всего до отбиваться какими-то переговорами совместное управление с аргентина еще что-то еще что-то американская разведка к этому военно-морская прежде всего добавляла свои выкладки согласно которым мы если дело дойдет до военных действий то британцы просто напросто физически не смогут быстро доставить туда в нужном количестве войска и произвести высадку и необходимые боевые действия и все в общем вело к тому что британцам ловить нечего грубо говоря новая премьер тетчера на самом деле тоже к этому как ни странно приложила руку потому что в своем стремлении сокращать расходы консервативным и вполне в принципе оправданным но она добралась и до министерства обороны и до военно-морского флота и там тоже были сокращения достаточно серьезные и казалось бы что вот ну действительно все и первые какие-то на самом деле поползновения они стали происходить еще в марте 82 года но вот непосредственно высадка аргентинцев да и самое начало апреля и здесь возник вопрос что собственно говоря делать как я уже сказал большинство дипломатического эстеблишмента британии советовали с этим делом как-то его замять договориться но к счастью тетчер женщина была в данном вопросе для многих других жесткая и и этого делать не хотелось у нее появился союзник довольно серьезный глава военно-морского штаба и первый лорд адмиралтейства на тот момент генри лич адмирал который приехал к ней и узнав о происходящем и объяснила и что да будет сложно что добраться туда до этих самых фалкленд это займет немалое количество времени что обстановка на флоте не самое лучшее но что воевать придет тетчер спросила мы можем вернуть мы можем вернуть эти острова лич ответил исторической фразы мы не не то что можем мы должны потому что если мы не станем за них сражаться или мы затянем время то мы с вами просто напросто проснемся в другой стране через несколько дней чье слово на мировой арене не будет значить вообще ничего и тетчер послушалась действительно были отправлены военно-морские силы были отправлены потом уже забегая вперед и сухопутные и боевые действия пошли а на замечание из своего окружения как бы чего не вышло тетчер ответил еще одной исторической фразой которые правда не очень любит вспоминать и мало кто ее цитирует тем не менее тетчер сказал что если дело зайдет слишком далеко мы разбомбим буэнос-айрес вот и все и успехи в общем-то были я напомню вам что была эта знаменитая история когда британская подлодка затопила крейсера генерал белграна что стало таким серьезным достижением и самое интересное что британская пресса которая казалось бы особенно сейчас свойственно к тому же мазохизму как западная пресса вообще тем не менее вот тогда очень не вся конечно же но был больше чуть по большей части очень даже активно приветствовал действия британской армии и когда был затоплен генерал белграна то появились не статьи о том что это ужасно что надо понять сторону противника и так далее появились заголовки вроде годча ну я думаю не надо переводить кто не знает посмотрите в словаре дело в том что даже как ни странно ли баристы поддержали да они там поворчали некоторые что вот мы по-другому но тем не менее они поддержали действие течу потому что для них галтерия но это было бы воплощение вот того самого авторитарного режима который даже им не нравится так что здесь неожиданно даже совпали настроение и консерваторов или баристов тем не менее вопрос был в том а как отреагируют другие страны неожиданным союзником ну как союзником не напрямую конечно но человеком который течер в личных беседах выражал поддержку стал ее казалось бы идеологический оппонент это миттеран естественно социалисты все остальное не тот с кем бы течер находил общий язык других вопросах но здесь миттеран ее поддержал сказал что с такой агрессии мириться нельзя немцы там что-то ворчали и выражали неудовольствие что тоже заметь вызывает некоторые параллели но главное конечно же внимание было устремлено на соединенные штаты на вашингтон и на то как отреагирует рейган и его окружение потому что без сильного содействия штатов разумеется британии было бы трудно добиться успеха рейган конечно же было на стороне течер и он всецело ее поддерживал но в его окружении как бы голоса разделились как разделились они в некотором роде в консервативном движении то есть когда стэн эванс я напомню цитату приводил в прошлый раз но повторю еще раз выдающийся консервативные авторы и афорист сказал что фалкландская война ставит перед нами консерваторами серьезную проблему с одной стороны мы любим империализма с другой диктатуры это шутка конечно же но это шутка в которой смысл цедали серьезный потому что действительно в среди консерваторов конечно же было огромное уважение к британии к ее институтом даже несмотря на былые конфликты мягко говоря с британской короны к британской системе и к тем самым особым отношениям это все присутствовал с другой да и как и к империализму тоже некоторые уважение было с другой стороны и присутствовали такие мнения что британия уже окончательно загублен ли баристами социалистами и с ней помогайте и большого смысла нет тогда как за южной америка и будущее с ней не надо портить отношения потому что если соединенные штаты объединяются так или иначе соединенным королевством то они воспринимаются в южной америке как союзники империалистов как снова империалистическая сила и тем самым толкают южную америку в объять коммунистов левых и так далее но если говорить непосредственно об окружении рейгана то первую точку зрения пожалуй ярче всего выражала министр обороны лайнбергер а вторую посол он джина киркпатрик и в этой связи рейган предпочел для начала использовать переговорную систему и александра хрига тогдашнего госсекретаря отправил собственно говоря разбираться в происходящем хрик изначально был конечно же сам на стороне британии тоже но тем не менее начал свою работу честно выполнять съездить то в лондон то баэнос-айрес то в лиму потому что перуанское правительство в общем то тоже пыталась себя сделать каким-то посредником но довольно быстро обнаружил что аргентинцы публика на редкость несговорчивая и на все попытки предложить какое-то мирное урегулирование они особо пом не отвечает более того разговоры о том что вся как один южная америка встанет на защиту своих аргентинских братьев они на самом деле тоже не подтвердились потому что у правительства тетчер оказался очень даже надежный партнер это был генерал пиночет в чили который делал все чтобы британцам содействовать предоставлял парты предоставлял все что только можно предоставить что тетчер запомнил и до последнего оставалось действительно едва ли не главным другом пиночета когда его предали кажется уже все ну как и некоторые люди из ее окружения тут ничего не могу сказать и в такой связи видно что и латино это потому что училийцев были свои конфликты там с аргентиной ну и плюс пиночету было выгоднее конечно же дружить с британией чем с такой ненадежный очередной аргентинской хунты и в результате пока шли все эти переговоры предлагались новые данные новые инициативы вывести всем войска установить совместный контроль установить то установить все к счастью британская армия все это время свою работу выполнял выполнял ее хорошо и флот и авиации сухопутные силы и собственно говоря в июне война была завершена аргентина капитулировала и последствия всего этого казалось бы локального конфликта они на самом деле были достаточно далеко идущим потому что галтьери впоследствии благополучно убрали и так или иначе но эпохи диктатуры в аргентине был положено не скажу что же в окончательный конец но появились пути к тому что стране будут происходить перемена они действительно происходили и целый ряд достойных людей аргентину дальнейшем возглавлял правда не сейчас но это отдельная история британия показала что запад остается силой из которой нужно считаться напоминаю в это же самое время советский союз увязают в афганистане у которого как из британии тоже были свои мягко говоря сложные отношения но пока увязает союз там пока еще не утихли ну может утихли но по крайней них помнят страсти в польше конце 70-х начало 80-х и вот здесь вдруг соединенное королевство показывает всем что боевой дух британии остался более того рейган в том же самом июне приезжает в лондон и произносит этапный во многом пророческую речь где говорит о том что происходит процессы которые в ближайшем будущем затронут коммунистические тоталитарные государства и что этим государством придет конец что как мы знаем тоже себя оправдал союз рейган и тетчер в общем то с одной стороны да он можно сказать укрепился и это речь рейгана конечно было очень важно но с другой стороны да стало понятно что конечно же бывают случаи конфликты неизбежны и там уже через год когда произошла высадка в гренаде там уже тетчер высказывала неудовольствие что ее не поставили в известность и так далее и так далее но тут ничего не поделаешь такое происходит главное что да все запад вернулся запад сражается запад показывает на что он способен странам же с диктаторскими режимами в общем было о чем задуматься что агрессия она не то что себя не оплачивает но может привести как к полному поражению к полному унижению и даже смене власти лучшую в аргентинском случае сторону при этом напомню что количество жертв не количество жертвы это всегда плохо и давайте сразу оговоримся конечно но количество жертв по пас обеих сторон в общей сложности не превысило тысяч человек было порядка там двухсот пятидесяти пяти со стороны британских войск и порядка там 650 тоже ли что-то около того с аргентинской стороны вот такая вот война представьте себе тетчер же стала в общем-то воплощением противостояния диктатором даже в большей степени наверное чем рейган и ну по крайней мере в европе и когда в дальнейшем рейган уже свои полномочия сложит тетчер до того как ее уберут ее же одна партийца что тоже история неприятная к вопросу о болотах и о том как свои же до партийцы управляются сильными лидерами но я напомню она была рядом с бушом и произнесла эту историческую фразу пусть часто от нее отказываются но она была что не надо ну в оригинале слова облим да don't go облим в общем что не надо рабить и не надо колебаться в отношениях с такими диктаторами как хусейн и она же потом уже тоже когда сам перестала быть премьершей была одной из тех кто весьма и весьма активно через свои связи в британии в штатах в европейских странах делала все чтобы избавить югославию от милошевича которого тетчер полагала смесью фашисты и коммунистов его худших проявлений поэтому премьер британии тоже стала действительно символом того что империя уже больше не империя просто соединенное королевство готовы биться и дальше так что война это плохо ее всегда надо избегать но если до нее дело доходит надо доводить ее до не просто победного конца а до такого конца чтобы воина больше не было вообще ну как мы видим в аргентине воина с британией больше нет даже отношения восстановились впоследствии дипломатически и хотя там на каком-то бытовом уровне или на уровне футбольных матчей иногда возникает некоторые напряжение но как бы то ни было воин нет а это главное поэтому тетчер действительно здесь показала всем западным странам как нужно управляться с диктаторами как кого надо слушать в такой ситуации и как себя вести это действительно примеры всем нам и сегодня и неизвестно конечно что будет завтра диктаторских режимов к сожалению это как hydra там 1 одну голову оторвал две выросли их сейчас многовато в мире но тем не менее и у некоторых есть ядерное оружие что еще усложняет задачу но урок остается уроком и слова правда не тетчера а лича что если мы сдаемся или тянем время и показываем свою слабость то окажемся совсем другой стране они тоже никуда не делись вот такие наверно уроки фалклендской войны параллели повторяю находить сами если вам я думаю вы все-таки увидели ну а я здесь умолкаю если сергей что-то добавить с удовольствием передам слово но у коль скоро вас упомянули о параллелях тогда у меня вопрос как должно закончиться противостояние россии украины сложно здесь давать какие-то прогнозы потому что тут ничего не да как вы видите ну просто не контролируется сейчас явно все указывает на то что целью российского руководства является карательное действие уже даже не какие-то там территориальные и приобретение но я боюсь что территориальная целостность пострадает украины в любом случае и что вы имеете ввиду юго-восток украинец вы имеете какие и что будет дальше я не знаю тем более что если мы видим на военном уровне до цели пока не достигнуты новые внутри россии вместо маленькой победоносной войны сработала даже маленькая и не очень удачно как я вам в прошлый раз говорил по-прежнему люди увы верят средства массовой информации то мне больше хотелось чтобы у нас повторилась ситуация с галтьери конечно но я не вижу пока приспосылок к этому настроение в российском обществе все такое же приподнятая патриотичная озлобленная скорее я бы даже сказал что понять когда приподнятые патриотическое она все-таки должно какое-то миролюбие как раз выражать как у черчилля что там в победе да надо показывать свою доброжелательность и так далее а у нас это агрессия и знаете если это агрессия выйдет наружу то будет очень плохо потому что у нас же сейчас две россии складываются они неровные по составу количественным и они даже не идеологические по тому откуда получают информацию но в какой-то момент власть может просто одну часть натравить на другую и тогда будет в общем плохо будет друзья мои мы сейчас сделаем небольшой перерыв послушаем рекламные объявления если у вас есть вопросы будут вопросы телефон студии по-прежнему восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль но уже после рекламы возвращаемся в программу час ивана денисова телефон студии по-прежнему восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль ноль если будут вопросы звоните но сейчас если можно о семействе мита ромни кандидат в свое время мы с вами в общем-то наблюдали за слушаниями по делу судьи браун джексон и все о чем говорил я так нескромно замечу так или иначе подтвердилось а именно что перед нами действительно абсолютно левая гражданка которая может там иногда что-то положительное сказать о толковании то что конституции на толковать как она написана но в остальном предстала вполне себе лево активисткой ее разговоры о том что она не может не знает кто такая женщина уже конечно войдут и уже вошли в мемы но зато мы теперь с вами видимо кто у нас в республиканской меньшинстве представляет собой потенциальную угрозу для того чтобы стать уже полным и меньшинство но это понятно что наш старый знакомый колленс и мурковский добавился к ним еще и метро мне у которого и рейтинг консерватизма мягко говоря не очень 68 процентов это мало появится мне потому что обычно консерват с консервативными сенаторами но считаются люди где-то начиная с 80 а то и 85 процентов и и дальше 68 но это как-то совсем никуда но с другой стороны если вспомнить что из себя представлял ром не старше я не собираюсь он говорит что там сын отвечает за отца боже упаси но выходит себе сместность и наследственность никуда от них не денешься и то что до 5 самые параллели исторически которым была посвящена первая часть они здесь проявлять давайте вспомним немного про ром не старше ром не старший был человеком из бизнеса и даже достаточно успешным даже можно сказать очень успешно он стал губернатором мичигана представляя либеральное крыло республиканской партии которая тогда но был достаточно сильно и более того в нем видели даже такого мини рокфеллер нелсон рокфеллер читался воплощение либерального республиканца сама с масштабными проектами по правительственному какому повышению правительства по социальным вопросам и так далее и так далее и тогда и ром не в республиканской политики отметился уже тем что в шестьдесят четвертом году отказался поддерживать кандидата своей партии каковым был баре голдутер что вроде как он для него уж слишком консервативный поэтому ром не сразу дистанцировался а на посту губернатора он отметился тем что правительство мичигана раздулась до какого-то вообще неслыханного размера правительственные расходы естественно тоже увеличились но при всем при этом любя истеблишмент республиканский до после огромного сокрушительного поражения голдутера видел в ромни вот того самого человека который должен вроде как вернуть вот этот самый маятник к центру если хотите то есть раз проигрывает кандидат однозначно консервативные ну значит нужно делать ставку на либеральную при этом как характеризовал джорджа ромни майкл броу на ныне здравствующий аналитик ромни это был человек который мало что знал и которому мало что рассказывать но в такой обстановке он тем не менее пытался себя показать каким-то таким миссии тем более его чрезмерная религиозность она тоже проявлялась и даже появилась шутка что ромни хочет стать президентом потому что для него это лишь первый шаг наверх вы понимаете куда наверх но ромни даже хотя он какое-то время при лидировал некоторых опросах довольно быстро все свои шансы благополучно растерял в шестьдесят седьмом году он на когда в детройте вспыхнули расовые волнения он в конце концов был вынужден туда призвать войска хотя очень долго этого не хотел делать но тем не менее которые подавили эти самые волнения но либералам это конечно не очень понравилось ромни старался дружить либерал дальше по мере того как ромни стал озвучивать свои взгляды то вышло что взглядов то особых у него и нет то есть иногда у него вдруг проскакивала какая-то такая хорошая шутка скажем он говорил как одну как положено республиканцу критикую джонсона это правда в переводе не очень но посмотрите в словаре если кто это слово не знает а так вот ромни сказал рузвелл хэд хиз нью-дил труман хэд хиз фэйр дел джонсон хэс хиз ордил понятно ну подскажу ордил это там испытания тяжелые неприятности и так далее и так далее но вообще-то ромни похоронил свои шансы президентские тем что когда в 65 году он был в вьетнаме то потом сказал что это все правильно что благородное предприятие надо его продолжать но глядя на то что настроение в обществе стали колебаться то 67 году ромни вдруг заявил что ему промыли мозги и хотят прозвучал как совершенно странно но вроде взрослый человек политик губернатор и так далее и признается что ему промывают мозги но ром начал было оправдываться что это не по-советски это по джонсон овске но консервативный колумнист джеймс килл патрик в своей колонке тогда написал что ромни пора бы уже забрать свои мозги из прачечной и хоть что-то с ними делать однако его президентство на этом благополучно амбиции его и закончились и слава богу другое дело что когда его конкурента никсон пришел в белый дом то никсон к сожалению послушался совета некоторых своих своих и своего окружения частности мой них она демократа и так как в обществе напомнит конец шести десятых был очень сильный раскол то никсон исходил из того чтобы этот раскол не усугублять не надо слишком я так активно разрывать свои контакты и связь с политикой джонсона и надо это делать медленно постепенно и никак не провоцируя не удовольствие демократов что кстати было я считаю никсоновской ошибкой и поэтому на целый ряд постов был были назначены как раз люди либеральных взглядов в частности джордж ром не получил пост министерстве строительства и градоустройства и изначально идея была в том что раз ром не во время своих попыток сделать себя президентом критиковал джонсона то скорее всего он возможно какие-то программы джонсона так или иначе тихо незаметно и сопровождая свои либеральные либеральные риторикой устранит тем более ром не сразу же заявил что он консерватор консервативен как конституции либерален как линкольн и прогрессивен как театр рузвельт но оказавшись на министерском посту ром не сделал все чтобы программы джонсона были сохранены и в частности такая программа как идеальные города на которые уходили огромные деньги никто не понимал вообще на что они идут и как эти города сделать идеальными и конечно вообще это все означает и никсон намекнул что надо бы эту программу как раз и убрать нет ром не и сохраняла и она работала до 73 года вообще на нее уходить до максимум чего удалось добиться там на 4 что ли процента сократилось все финансирование а так ром не оказался тем человеком кто правительственные программы джонсона честно спасал при этом он очень быстро никсона настроил против себя потому что опять это его религиозная манера общаться как будто он читает проповедь привела к тому что их общение на во время заседаний кабинета сводились к тому что он что-то вещал никсон сидела с кислый ухмылкой и ничего на это не реагировал у них она была еще одна проблема он не очень любил людям говорить плохие новости и увольнять их напрямую и он как бы через своих помощников намекал что ну вот неплохо было бы да вам там работу другую поискать и с ромни он пытался проделать то же самое но ром на это не реагировал он считал что правильно что этот его пыл и мормонский все оправдает это же он продержался в общем на этом посту весь президентский срок никсона и нанес такой вот немалый я считаю вред прожил он после этого еще достаточно долго но в политике уже активного мнения активного участия не принимал но при этом заметь что он чем он отметился тем что представлял часть республиканской партии которые не рыба не мясо и обречена на поражение тем что препятствовал реально консервативным кандидатам тем что стремительно менял свои взгляды и не украине не умело их оправдывал и порой говорил те вещи которые говорить нельзя и потом оказавшись на новом месте уже не как губернатор он делал все чтобы политику демократов так или иначе поддерживаю а теперь если вы этот мой монолог внимательно прослушали согласитесь что вот все что еще сказал во многом подходит и митту ромни тоже потому что он да он тоже пришел как губернатор в такой штат вполне демократический и там вы помните отметился этим своим ромники который должен или пытались иногда это подать как консервативную программу медицинского страхования но многие консервативные экономисты указывали что нет это все опять-таки большое правительство так или иначе ромни которые да еще не забавный момент что во многом политическую карьеру ромни со близко что создал нет конечно президентскую даже так поправлюсь продвигал тот же самый человек который не то чтобы тоже загубил но очень многое сделал для того чтобы у ромни старшего не было поддержки среди консерваторов тоже такой любопытный поворот исторически это уильям рашер такой республиканский стратег консервативный автор он был категорически против ромни считал что этого человека ничего хорошего быть не может от старшего тем не менее в 2008 году именно рашер стал говорить что учитывая безрадостные на тот момент она была безрадостным кстати говоря надеюсь вы помните как последние годы правления буша обстановку среди республиканской партии вообще да и в консервативном движении тоже что единственный кто может достойно выступить против hillary на тот момент она еще казалось главной кандидаткой это будет как раз ром не младше вот такая вот интересная штука но вы помните в 2008 году был другой кандидат тоже прямо скажем так себе а ромни предстал в двенадцатом человеком который вообще непонятно чего он хочет с консерваторами ему было не по себе явно хотя он пытался даже заручиться их поддержкой ему припомнили как его отцу его изменение взглядов только у отца это было с вьетнамом уровне младшего с абортами и хотя я до сих пор например считаю что если бы ромни и райан постарались они могли бы выиграть тем более что их задача была всего-навсего остановить второй срок обам я не знаю может быть даже ромни не был бы таким плохим президентом этого никогда не узнаем главное чтобы потому что второй срок обама это было очень плохо не надо было этого допускать ни в коем случае но ромни да сделал все как провалив дебаты на мой взгляд и райан тоже с ним на пару чтобы проиграть и на сегодняшний день ромни появляется у нас уже в роли сенатора от штата юта как вы помните и судя по его действиям и вот потому что он обещает всем нам он делает то же самое что делал его отец в правительстве отец джордж ромни старший получается защищала интересы демократов гораздо больше чем республиканцев сына явно собирается делать то же самое образовав вот это вот бесславную троицу с этими с тетеньками известными всем нам ну в общем не очень конечно все это радует потому что с одной стороны вроде бы это крыло рокфеллерианская или рокфеллеровской да так все-таки проще его вроде бы и нет но с другой стороны что вот такие граждане как ромни и ему подобные но они еще много мог чего попортить и консерватором и республиканцем так что глядя на выборы которые уже совсем скоро вот смотрите внимательно новых ромни коллинз и мурковский и я считаю в сенате совсем не нужно как не нужно было как не нужно в правительстве таких людей каким был джордж ромни вот так здесь наверно мог но если сергей что-то добавить с удовольствием передам слово вы знаете что я не удивлюсь если ромни будет ранать как независимый кандидат на следующих но на предстоящих президентских выборах президентом он никогда не станет но подлости так сказать на подлости он готов на подлости он готов я не удивлюсь если он объявит о том что он будет участвовать в президентских выборах ладно а давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте уважаемый иван как вы считаете вот если республиканцам удастся отобрать полностью две палаты конгресса поможет ли это избежать новое новый договор афера нам спасибо большое да это должно быть тем более что уже демократы на самом деле начинают говорить что сделка-то фиговая грубо говоря тем более в ней участвует россия которая в нынешнем положении не должна быть дипломатическим изгоем а здесь она участвует и явно для себя получит очень и очень серьезную выгоду даже не россия кремлевский режим в данном случае и конечно же республиканцы должны сделать все чтобы ты самые сделки уже не было я боюсь чтобы иранцы хотят этого требует насколько я знаю что байден постарается сделать все чтобы эта сделка была закреплена настолько что от нее будет очень сложно избавиться но вот эта задача республиканцев вообще республиканцев будет очень много работы если они за нее возьмутся потому что надо разбираться с китайскими связями хантеры и и сынульки и братишки президента тем более что мы уже видим там эти персонажи китайские с какими-то злодейскими именами хаи и я кстати не шучу их действительно так зовут они реально завязаны с китайской разведкой и какие-то их деньги что там крутили хантеры джеймс байдена непонятно с этим надо разбираться надо разбираться проводить расследование к видных мер тем более заметьте опять к ним возвращаются опять появились заголовки и опять эту шарманку включают что все снова обострение так далее и так далее перед выборами этого следовало ожидать и республиканцам с этим тоже надо разбираться и третье такое направление с которым тоже нужно делать это да я надо расследовать что было 6 января но чтобы это была нормальная комитета не то что сейчас сделали в палате представитель это я только говорю об основных направлениях то что там касается отношений с путинским режимом и так далее но это не совсем дело конгресса все-таки тут больше надо еще заниматься внутренней политикой скрипя сердце говорю я но я понимаю что какая ситуация тем не менее вот работы много но с такими как ромни это будет сложно сделать во франции прошли выборы ну первый тур скажем так да очень быстро потому что времени мало в общем и целом достать самый главный момент это то что макрона пока лидерство сохраняет хотя многие думали что его безрадостное правление его похоронят но для меня самый печальный момент это то что во франции серьезный кризис попали правые партии правые в таком более в нашем понимании вроде республиканцев они сами виноваты на самом деле потому что это их невнятная политика тоже вчера они были против нато сегодня уже вроде бы и за и валерий пекрес их кандидатка если человек говорит что она частично на 2 3 меркель на одну треть печер но такой биоробот никому не интересен и хотя в реальности именно вот республиканцы что-то интересное обещали и более активную внешнюю политику и бум гораздо больший поворот в сторону израиля кстати говоря там такой рик съете есть в республиканского в тамошних республиканцев который очень сильно заинтересован укрепление отношений с израилем и в развороте франции от умиротворения арабов и сети он так правое крыло вот кстати он макрона не хочет поддерживать но вот но пекрес оказалась кандидатки слабые она проиграла полностью что касается ли пена я сразу говорю я не считаю правы абсолютно это такой французский национал социализм не такой конечно уродовый как немецкий но это в общем и целом не очень хорошо и это большое правительство все это заигрывание с путиным и атаки на нато это женщина ничего хорошего в себе не несет поэтому если у меня была какая слабая надежда что может там пекрес вмешается и что-то положительное внесет но нет она проиграла всем этому или ваку милиншону и зимуру который пытался сделать трампом но у него это не получилось поэтому опять макрон лепен и это вот та ситуация когда я вот ну совсем не могу выдавить из себя симпатию ни к одному из кандидатов не очень досадно потому что францию это я люблю так вели ревель пари сен-жермен даже в их нынешнем виде но нет не макрон и не лепен уж извините даже если вам лепен симпатичный поэтому пусть французы разбираются конечно но во франции дела не очень хорошие и как взаимодействовать с ними тем же британцам или нормальному президенту американскому которого я надеюсь мы все-таки дождемся с вами это очень очень большой вопрос так что смотрим либо лепен непонятно что либо скользкий макрон еще на один срок не то ни другое не радует ну судя по всему макрон пока переезжает и я не знаю как там из тех кто выбыл их избиратели проголосует да но миленшон требует лично перебивают левак чтобы голосовали за макрона зимур голоса избирателей зимура скорее всего уйдут к все-таки клипе а вот республиканцы правы тут вопрос за кого и как но у макрона все же преимущество я думаю будет то есть ничего к лучшему во всяком случае не изменится во франции вот слепен я тоже к сожалению думаю ничего к лучшему не изменится я вот извините не верю в этих социалистов даже если их называют правами кто же в них верит кроме тех кто верит социалистов вода иван огромное спасибо будем надеяться что связь по-прежнему будет работать потому что каждый день ждем каких-то очередных мероприятий у вас там были уже проблем на каких-то других платформах насколько я понимаю да если кто меня видит других передач что видите там стал реже появляться этого просто невозможно стал делать там не работает тут не работает так что вот что чем богаты темы рады skype выручает пока надеюсь будет выручать и дальше будем надеяться еще раз огромное спасибо и до встречи в следующий раз спасибо до встречи а